Приветствую вас, коллеги-коллекционеры, а также просто любители игр. Очередная доска на ваших экранах. И сегодня я хотел бы сделать такой своеобразный спецвыпуск, который будет посвящен всего лишь одному изданию, всего лишь одной игре, но которая в моей коллекции является одной из самых любимых изданий. Игра эта называется «Мафия 2». Коллекционные издания «Мафия 2». Вот так вот выглядит обложечка. Издание у нас находится в пластиковом сливкейсе, в прозрачном. Вот вы видите, все это выдвигается. То есть оно не закрыто. Изначально это было запечатано в целом в пластике, но, конечно, теперь это имеет такой вид. Немножечко неудобно выпадает, но с другой стороны более... Вот такие вот пластиковые штуки я люблю больше, чем картонные, потому что они лучше сохраняются. Они не ломаются по углам, там белые эти бумажки не появляются. Поэтому это гораздо приятнее. Вот с этой стороны мы видим, что внутри. Боковушка. Передушечка. Так, номер у нас, кстати, скажу, а то забываю периодически. Блэсс. 2 0 521. И когда мы извлекаем, то мы видим такой вот симпатичный стилбук. Железненький, красивенький. И что самое важное, здесь на нем вот есть такая, видите, гравировочка приятная, мафия. Вот так вот выглядит он впереди. Вот его задняя сторона. На задней стороне точно такая же гравировка присутствует. Вот я специально попробую на свет. Но картинка немножко отличается. Стилбук официальный. У него есть и боковушка, как положено, с названием. И вот такой вот артбук. Тоже твердый переплет. Видите, даже бликует. 2K Games, с другой стороны. И название сбоку имеется. Давайте пока, наверное, артбук отложим. Посмотрим, что внутри стилбука. А внутри у нас очень интересные штуковины. Как видите, здесь два диска и всякие плюшки прикольные. Сейчас я вам покажу, во-первых, как выглядит без дисков. Ну, я не знаю, накатка на диск, она вот так выглядит. Я, честно говоря, у меня нет стандартной версии. Я не помню. Если у кого-то есть, скажите, как выглядит. Потому что я не помню, специально не смотрел. Отличается ли накатка на диск. И вот эта вот штука очень приятная. Это у нас... Ой, как же это неудобно. Это у нас вот саундтрек. Височек с саундтреком. Который выполнен, как видите, в такой... В виде пластинки старой. И это очень круто. Очень стильно, на мой взгляд. Да, это не настоящий винил, конечно, но... Выглядит симпатично. С другой стороны, он черный. Как на PS1, например. То есть, это CD-диск. Вот мы видим здесь надпись Compact Disc. И сюда у нас входит шикарный саундтрек. Очень красивый дисочек. Очень стильный. Мне очень нравится. И убрав диск, мы видим, что у нас здесь есть... На стилбуке у нас есть такой бэккарт красивый. Сидит наш главный герой в машине. И смотрит в окошко. И далее мы подбираемся к различной приятной макулатурке. Сейчас я ее пока уберу. Покажу вам полностью, как выглядит внутряшечка диска. Вот такая вот симпапуся. И идем дальше. Давайте вот так вот начнем. Это у нас бумажечка с официальным... Скором, я не знаю, как список, в общем, песен. Которые идут на саундтреке, на диске. Вот. Так, вот выглядит бумажка. 48 треков здесь. Довольно много их. Официальный оркестровый скор. Композиторы. Пражский филармонический... Ну, здесь игра слов идет с английского. Фильм и гармоник. То есть филармонический оркестр. 48 у нас треков здесь. Шикарных причем. Но это у нас стандартный мануал. Я думаю, что стандартный. Опять-таки, не уверен, поскольку у меня нет стандартной версии. Он цветной. Не особо красивый, не особо информативный. Но, тем не менее, здесь вот на нем рекламка. Да, 100% это стандартный. Потому что здесь даже рекламка еще дополнений. Которые, в общем-то, уже идут в этом издании. И последний. Такой приятный макулатурка у нас. Вот здесь вот будет очень сложно показать. Мафия Эмпайр Бэй. Город, наполненный бумами. Взрывами. Ну, типа бахами. Не знаю, как на русский перевести. И это, на самом деле, не книжечка. А это такой плакат, свернутый в очень-очень много раз. Он довольно большой. Наверное, здесь я даже не смогу вам его полностью показать. Поскольку он большой. С одной стороны у него идет карта. Вот такая полная карта. Эмпайр Бэй города. Блин, неудобно. Очень неудобно. Вот у нас надпись. Карта City of Empire Bay. Ну, и она полная, как вы понимаете. Вот такая большая карта. Причем стилизованная. Здесь вот по краям мы видим. Как будто бы скотчиком подклеено. Все так стильно. И, что самое важное, бумага. Часто бывает, что плакаты в играх вкладываются. И вот из-за того, что они так согнуты, то уже сразу же, буквально, вы достаете новый. А у него уже на изгибах здесь уголки, уже он ломается, портится. В этом случае они использовали какую-то бумагу очень хитрую. Причем они даже написали об этом на обложке, там вот сзади. Можно прочитать при желании. По-моему, здесь было написано. Вот. Карта Empire Bay, напечатанная на защищенной бумаге. Ну, то есть я сейчас пытаюсь перевести по Pierresistant. То есть какая-то специальная бумага, которая не ломается и не портится. И это так и есть, действительно, даже по ощущениям, когда в руках ее держишь. Она вот какая-то очень качественная, очень такая, не скажу, что сильно плотная. Хотя плотная, но не картон, но при этом не ломкая. И это очень-очень круто. Я считаю, это прям 10 баллов в копилку на то, чтобы, на то, что эта штука сохранится гораздо дольше. И с этой стороны есть огромный, ну, как огромный, в размер той же карты, вот такой плакатик с разными рекламками старинными. Очень такими стилизованными, скажем так. Они не на самом деле, конечно, старинные, но они стилизованы по те годам. Вот вы видите там реклама машин, реклама кофе. Еще какие-то штуки, вырезки из газет, пиво, холодильники и все в таком ключе. В общем, приятная очень штука. Я вообще очень люблю такую стилистику 30-х, 40-х, пинап различный. Это все очень стильненько. И здесь это, в общем-то, есть. Здесь реализовано неплохо, на мой взгляд. Ну и у нас остается... Нам остается посмотреть на артбук, который, естественно, тоже выполнен стилистически под какие-то 30-е. Как вы видите, как будто вот такой старый альбом с какими-то вензелями интересными с двух сторон. И он довольно-таки объемный, страничек у него... Сейчас я вам точно скажу, они пронумерованы. То есть вот 92, 100 страниц здесь. Да, точно, я вспомнил, когда... Даже на обложке было написано, я вспомнил, что там было как раз 100. 100-страничный буклет. Он отличный, он клевый, на мой взгляд. Здесь очень много классных таких вот стильных картинок. Это вот афиши, якобы варианты афиш таких под эту игру «Мафия, мафия». Ну, то есть это не обложки, а это именно стилизация под афиши. Как будто бы это фильм, не знаю, тех времен. И они вот сделали его таким образом. И опять же, здесь тоже все стилизовано, как будто вот скотчиками подклеено. Все очень прикольно. Я знаю, что в России выходило такое издание, но как минимум на ПК оно выходило. Я не уверен насчет PS3. И похожее издание, но немножечко отличалось. Потому что вот, например... О, черт возьми, опять вернулись мои бешеные соседи с детьми. В российском издании, если я не ошибаюсь, там идет мягкий переплет. И, возможно, еще какие-то мелкие отличия есть. Если у кого-то имеется такое издание, просьба написать, в чем отличие. Ну, в целом оно похоже. Примерно, я думаю, то же самое. Я смотрел там на YouTube, по-моему, ролик один. И там, кроме мягкого переплета, я, честно говоря, даже не помню. Мне кажется, там примерно все то же самое. Ну, и здесь вот и арты, и... Ну, все как положено. Настоящий полноценный артбук. На, кстати, на пяти языках. Русского здесь, к сожалению, нет. Здесь немецкий, итальянский, испанский, французский. И вот такие пинап-плакатики тоже. Тетеньки стильные. Возможно, это даже те картинки плейбой, которые мы в игре в самой можем находить, журналы. Я не помню точно, но похоже на то. Дальше идут шикарные рекламки. Вот, мне больше всего нравится, наверное, такая стилизация. Прям очень-очень здорово сделана. Реклама напитков. Ну, все то, что в игре встречается на разных постерах, там, на плакатах, на афишах в городе. То, что мы видим. Холодильники. Олигатон. В общем, все в этом духе. Немножко какой-то антифашистской пропаганды, возможно. Похожая на Кока-Колу и тому подобные штуки. Здесь уже немножко идет вариантов меню из игры. Еще какие-то штуки. Дальше идет транспорт, который в игре есть. Но это 3D-модельки. Не нарисованные, а именно 3D-модельки из игры. Но они вот так вот собраны. Можно посмотреть все тачки. И идут уже концепты. Действительно, концепт-арт. Нарисованные художниками. Которые все это придумывали. Как это все будет выглядеть. В общем, вот еще, кстати, по оружию здесь тоже есть. Описание. Какое название. Какое оружие. Кольты. И немножечко таких псевдо-фоточек персонажей из игры. Вот это вот, кто играл, наверное, помните. Это те самые бриолинщики. Как я их называю. Ну и персонажи из игры. Тоже имитированные под фоточки. В общем, на мой взгляд, арт-бук отличный. То, каким, в общем-то, должен быть арт-бук, как мне кажется. Должно быть всего понемножку. И настоящих артов, которые художниками нарисованы. Немножечко каких-нибудь там 3D-шечек. Немножечко вот просто стилизованных картинок. То есть, в данном случае все, на мой взгляд, шикарно. Единственное, что размер у него не очень большой, конечно. Он в размер самого диска идет. Как вы поняли. Вообще, сама ситуация, да, в чем заключается. Вот я люблю очень сильно коллекционки такого формата. Маленького размера, которые, по сути-то, получается, они... Сейчас я возьму, сравню вам со стандартным диском. Вот видите, в высоту он такой же. В толщину он, грубо говоря, как... Почти как два стандартных диска. И это очень удобно. Вы можете на полочку их ставить. У вас не будет занимать много места. Вот большие, огромные коробки. Я из-за этого не так люблю. Потому что часто... Ну, бывает сделано хорошо. А бывает так, что сделана коробка там огромная. Занимает кучу места. А, по сути, внутри-то там не так уж и много интересного материала. То есть, по сути, больше места съедает просто и все. А вот в данном случае все, на мой взгляд, шикарно. Все очень прикольно, продуманно. Хорошо реализовано. И именно из-за этого это издание в моей коллекции является одним из любимых. Очень люблю это издание. И, собственно, игра мне тоже нравится. Да, конечно, есть нюансы. Там немножко с концовкой они слили, можно сказать, концовку. Но, блин, ребята. Это все равно не, скажем так, не отнимает тех приятных часов, проведенных за этой игрой. Все равно у меня очень уважительное к ней отношение. Мне она нравится. Тем более, после того, как вышла третья часть, мы понимаем, что могли бы сделать гораздо хуже. Да, наверное, могли бы сделать и лучше. Но, по-моему, и так было неплохо. Ну что же, на этом все. Посмотрели вот такую красоту. Напишите мне, что вы думаете по поводу формата. Как вам больше нравится. Все-таки вот так вот. Какую-то одну игру более подробно. Либо все-таки вы любите большие, долгие, длинные, ламповые. Как это сейчас модно называть. Посиделки с разным стафом. Всем спасибо. Всем пока. И до новых видосов. Субтитры создавал DimaTorzok